Сегодня речь пойдет об интеллектуальном волонтерстве, инструменте помощи благотворительным организациям и отличной возможности прокачать собственные бизнес-навыки в боевых условиях бок о бок со стратегическими консультантами, маркетологами, пиарщиками, аналитиками и другими неравнодушными профессионалами. Наш гость Антон Степаненко, директор московском офисе BCG и основатель платформы социальных изменений To Do Good. Команда платформы насчитывает более 750 волонтеров, которые за три года выполнили более 70 проектов, в том числе с фондами Вера, Измени одну жизнь, Обнаженные сердца, Российским академическим молодежным театром и программой Учитель для России. В интервью мы обсудим, как устроена работа в To Do Good, над чем работают и чему учатся волонтеры, в чем ценность сообщества To Do Good, как в него попасть, а также как платформа социальных изменений превращается в образовательную платформу. Поехали! Людям хочется гордиться тем, что они сделали. Это понятно. To Do Good на то и есть, чтобы делать такие проекты с ребятами и так помогать их вести, чтобы было потом чем гордиться. Но это не всегда про цифру. Это не всегда про «Арант 5 миллионов заработал или 8, или 12». Это про то, что Арант запустил эту штуку, что это сделал. То есть, как об этом дома не было, ты пришел, поделал и стало. И мне кажется, это очень такой здоровый и правильный подход и к волонтерству, и к консалтингу, и к управлению проектами в целом. И вот это не было, стало. Мы, во-первых, стараемся сделать так проекты, чтобы к концу уже что-то виднелось, а во-вторых, как бы наша задача потом это стало отслеживать, и мы сообщаем командам, другие команды, вот смотрите, что получилось. То есть это, по сути, переход от нуля к единице. Да, от нуля к единице. Мы не смотрим, как мы это масштабируем от единицы до ста или до тысячи, но потом мы смотрим, как мы идем от нуля к единице. Да, мне кажется, бинарную вот эту тему важнее замерить, чем там, вот у нас там 98, 87. Понял. Ты говоришь, что часть бизнес-моделей это делать как раз узкие достаточно проекты. То есть, я так понимаю, стратегия фандрайзинга, может быть, какой-то маркетинг там еще, может быть, еще какие-то вот тоже связанные со стратегией работы. Есть ли какая-то работа, связанная с имплементацией потом этой стратегии? Потому что часто, во всяком случае, в консалтинге, я помню, люди жалуются, что красивую презентацию сделал, здорово, все, а потом она на полке лежит и никто не пользуется. Вот как вот с этим бороться в интеллектуальном волонтерстве? Хороший вопрос. Мы с этим боремся так, у нас есть три вида проектов и четыре вида форматов. Ну, чушь, чего бы нет. Чего бы нас сразу не структурировать? Чего бы нас сразу не структурировать? На самом деле, конечно, ничего не сразу, потому что, ну, все-таки там больше трех лет уже туду-гуду, и это все, так сказать, там кровью и потом все это нарабатывалось, да, на не очень хорошо сделанных проектах, на хорошо, но можно было лучше, то есть, ну, там много разных опыта. Все-таки почти 70 проектов мы сделали уже, даже там 70 плюс, это есть на чем посмотреть. Значит, что вот так получилось? Есть три типа проектов, куда можно попасть. Вот. Проект первый – это типовой. Это самый простой тип проектов, он самый стандартный, он самый стандартизируемый, по которым довольно понятна технология изготовления этого проекта, и он по времени довольно, ну, относительно непротяженный. Это действительно вот самое такое классическое, так сказать, это фандрайзинговая стратегия, она может быть, как правило, либо корпоративная, и это одна история, да, там, как компании, почему такие компании, а что предложить компаниям, а что нужно компаниям, это вот туда, в ту сторону. Или, допустим, есть фандрайзинг, там, индивидуальный, да, тогда, или массовый даже, там, на платформах и так далее, да, это вообще, ну, там, о другом совершенно разговор, но самое главное – это, там, изучение целевой аудитории, какие-то фокус-группы, там, да, вот, а вот, что мы с тобой должны быть, чтобы мы с тобой дали денег, там, ну, тут как-то так. Вот, соответственно, мы туда берем всех, мы делаем скрининг, там, да, в любом случае, да, но, там, попасть на этот проект довольно несложно, так сказать. Второй тип проекта, он называется уникальный, вот, да, мы делаем что-то такое, чего, понятно, что не повторяется и связано уникально с контекстом, вот, нашего социального партнера, да, это сложно. Приведи какой-нибудь пример. Да, какой-нибудь пример, например, для фонда «Измени одну жизнь», довольно известного, да, мы делали для них новую бизнес-модель. Они к нам пришли и сказали, вы знаете, мы очень хорошо делаем то, что мы делаем, там, да, мы, там, снимаем, там, детей-сирот, выкладываем на сайт, вот, по всему, по всей стране у нас команды есть, там, режиссеры, операторы, мы отлично это делаем, да, но мы уже это делаем давно, и куда это дальше должно привести, мы не знаем, вот, мы хотим придумать что-то похожее, близкое, но, как бы, не это, чтобы была синергия между этими двумя вещами. Чтобы расти дальше. Чтобы расти дальше, да, чтобы нам интересно самим уже тоже было. Вот, и вот команда придумала, там, три или четыре разных модели, они выбрали, который, в итоге, получился из этого онлайн-платформа, которая, по сути, делает тренинги и дает разного рода советы, там, аналитику и так далее, семьям взявших ребенка, чтобы они потом его не вернули назад, да, вот. То есть, по value chain, условно говоря, соседний блочок, вот, и в нем тоже… Следующий шаг. Следующий шаг, да, и в нем, вот, тоже, так сказать, там, модель. Вот, и чтобы попасть на такой проект, да, мы стараемся все-таки, чтобы ты уже был с опытом, да, или хорошим опытом в консалтинге, или опытом у нас, да, в Todo Good. Так вот, ну, с улицы такую штуку не придумать, да, поэтому мы стараемся, чтобы все-таки, там, гарантировать и нашему социальному партнеру тоже, да, чтобы какое-то качество в итоге получится, там, от всех. А в этом, кстати, тогда value несколько проектов сделать в Todo Good. На котором, по сути, тот же стратегический консалтинг. Особенно круто это для ребят, которые, там, еще не работают в стратегическом консалтинге, работают где-то рядом с ним, но хотят развивать вот этот skills. Ты прав, ты прав. И они не обязательно должны быть консультанты, да, вот. Я хоть и сам консультант, но, так сказать, там, все-таки, слава богу, куча из других важных и нужных, там, да, там, профессий. И мы стараемся делать мультидисциплинарные, как правило, команды. Консалтинг-экспертиза всегда важна. Вот хорошо, когда один, два, три человека из консалтинга, да, но и остальные тоже, так сказать, важно получить вот эту вот связь между опытами из разных там, из разных профессий и компаний. Вот. А третий вид проекта, мы называем системный, это такие большие штуки, которые вообще супер долго, супер непонятно, как делать. Это такой вот уже high-level, такой консалтинг. Супердолгий. Звучит как раз как какое-нибудь внедрение, нет? Как внедрение или как что-нибудь придумывание такого чуть неочевидное, там, да, вот, там, не знаю, пример. Мы делали для учителя России такой очень классный проект. Мы делали для них стратегию масштабирования. Вот. То есть это, ну, как бы, эта штука с потенциалом, как бы, решить проблему, которую решают ребята, да, по всей стране, да, а от нас требуется придумать, обсчитать, там, модель, убедить всех, почему именно такая. А не сякая, там, то ли хабы, то ли не хабы, то ли кластеры, то ли не кластеры, да, вот такую штуку. Вот. Соответственно, туда мы уже стараемся брать уже только супер проверенный народ. Вот. И там надо быть третьего уровня волонтером. Отлично. То есть нужно порешать проекты второго уровня, чтобы потом иметь возможность на третьего уровня. Ну, или как-то мы должны в тебя очень поверить, да, чтобы искать там отца. Вот. А, и есть форматы. То есть тип проектов, да, но на твой вопрос еще отвечает вопрос форматов. То есть консалтинг – это наш такой исторический проект, вот он формат номер один, с него все начиналось. Стратегический консалтинг. Стратегический консалтинг. Он продолжается, мы много очень делаем этих проектов, там, да, все понятно. Собираешь команду, да, и по неким нашим правилам, с некоторыми нашими ограничениями и помощью, да, эта команда крутится, делает проект, да. Вот. Вторая история – это история такой on the job training. Мы называем друг социально, друг to do good. Вот. Когда ты не работаешь, как правило, не в команде, ты также тратишь там несколько часов в неделю, но тратишь ты их по-другому. Ты приходишь, ну, например, в офис, например, фонда или там, не знаю, музея, да, или вы встречаетесь, не обязательно там в офисе, но как-то вы договариваетесь, и ты прямо вместе с ними помогаешь им делать их работу. Да, то есть, словно говоря, не знаю, там, мы запланировали стратегии фандрайзинга, что надо перезапустить SMM-менеджмент, там, допустим, да, или вообще его запустить, потому что нет нормального. Какой навигатор получается. Да, а ты приходишь и прямо говоришь, слушайте, вот ваш фейсбук, фейсбук, вот я вижу, что здесь вот это, и прямо вместе начинаешь там делать. Результат какой-то, а, ты реально внедряешь, б, ты учишь представителя, да, организации, в которой ты работаешь, это делать, он смотря на тебя учится. Вот, это второй формат. Третий формат, который есть, можно быть коучем для руководителя такой организации. Вот, это формат для таких ребят уже с большим опытом, да, которым есть чем поделиться именно с руководителем. Вот, руководители, ты удивишься, да, они часто в такой довольно, ну, ситуации, как бы, когда не очень понятно, с кем эти стратегические вопросы все серьезно обсуждать. Вот, ты вроде как на проект консалтинговый еще не готов, или уже не готов, или он уже был, там, да, и надо уже сталкиваться с вопросами внедрения и так далее. И вот с кем это обсудить, там, твою команду, да, твоих стейкхолдеров, там, да, я не знаю, твои планы и амбиции, может быть, вообще все поменять, а может быть, ты просто устал. Ну, то есть вот, вот это супер важно, потому что, на самом деле, как ни странно, именно это поворачивает мозги, как бы, decision-maker в любой организации, да, в том направлении, чтобы он начал… Ну, действительно, ведь эти все презентации, которые мы рисуем, они не будут влиять, если мы не влияем на голову человека, который решает. Да, да, вот. И четвертая история называется «Штаб». Это такой, знаешь, такой постоянный консалтингово-внедренческий проект. Или по-другому можно сказать, что это такой, как бы, мини-совет директоров, да, но без претензий, что ты вот совет директоров, который, знаешь, там, ну, рассказывайте мне, что вы там придумали, да. То есть, мне кажется, мы все пока не об этом, да, вот. Это о том, чтобы на полгода или на год, да, рядом с фондом, а точнее с ее директором, да, там, не обязательно фондом, там, не знаю, музеем или социальным предпринимателем или кем угодно, создать такой кружок из четырех-пяти человек, которым будет не все равно, и они будут тащить этот, условно говоря, бизнес, да, вместо с руководителем вперед. Вот. Если надо там придумывать какую-то новую тему с фандрайзингом, значит, сядем, будем придумывать там, да. Если надо пойти потом и походить по компаниям попродавать, значит, пошли, попродавали. А если там понятно, что вроде денег собрали, но неэффективно их тратим, сидим, разбираемся, да, там, что там в модели, почему, куда деньги уходят, можно ли сделать лучше. Надо найти там нового человека, все дружно ищем там нового человека, ну, или как-то разбиваемся там и так далее. То есть, такой вот development tool, такой постоянный, который поддерживает вот социального нашего партнера, да, в его развитии на более-менее долгосрочном горизонте, да. У более крупных организаций есть такая штука, она вполне себе называется попечительский совет, наблюдательный совет, такой совет, сякой совет, да. У более мелких организаций такая вещь теоретически должна быть, но ни у кого нет. И, по сути, вот четвертый формат, он замещает с собой вот этот вот некий совет, да, когда ты собираешь вот мотивированных, проактивных, и тех, кому интересно не просто решить задачу какую-то, да, там, вот, а именно сделать так, чтобы что-то произошло и внедрилось, вот этот четвертый. Вот. Наша мечта – это сделать так, чтобы с одной организацией отработать по всем форматам сразу, потому что я вижу в них некую логическую, так сказать, между ними, да, вот эту связь. Но, честно сказать, пока ни с кем не получилось, как-то в отрасли очень мало тех, которые готовы там сразу, так сказать. Почему не готовы? Да, хороший вопрос. Не знаю, может, мы не пытались еще так активно, как хотелось бы, вот. Но, не знаю, интересно. Надо еще экспериментировать с этим, пока проанализировать не готов. Слушай, ну форматы, которые ты рассказал, я вижу, что, да, тут есть уже и внедрение, и не только стратегия. Возникает вопрос. Сейчас очень развивается направление анализа данных. Да. Тот же Data Science. Вот что-то такое вы делаете? Может быть, зачатки какие-то есть? Слушай, нам предлагают такие проекты, вот. И мы пока немножечко опугались бы идти в ту сторону, потому что все-таки такая довольно специфическая компетенция, которой там, ну, например, у меня нет. Вот. А мне было важно всегда, что все-таки я там, ну, я не за всеми проектами слежу, да, но в целом там вот мне хотелось бы думать, что я достаточно понимаю, что в целом происходит. Да. Чтобы и мой, в том числе, там, как бы опыт там, да, использовать как страховку для всех. Вот. Потому что нет ничего хуже, чем плохо закончившийся волонтерский проект, да, так сказать, там все расстроены, да, все что-то не получили, все хотели как лучше, а получилось как всегда. Вот. И в этой связи мы еще пока в эту сторону не пошли, но мне совершенно очевидно, что, в общем-то, надо, так сказать, там перестать бояться и взять какого-то нам хорошего ментора, который там позволит это выстроить с точки зрения процесса и процесса оценки качества, да, прежде всего. Если у тебя есть, посоветуй. Думаю, посоветуй. Я думаю, что много ребят, которые нас смотреть будет, они как раз поучаствовали бы в таких проектах. Потому что Data Science как раз, с одной стороны, у тебя уже есть какой-то навык, но с другой стороны, ты еще не успел его много применить. И вот на таком проекте, мне кажется, люди могли бы и отточить свои навыки до мастерства и помочь людям и профессионально как-то расти. Прикольно. Спрос прям тут огромный. Огромный. Поэтому я прям представляю, как вы это делаете. Думаю, это было бы очень круто. Но не знаю только, есть ли у некоммерческих организаций данных столько. Ты знаешь, вот это хороший вопрос. Я думаю, что у большинства нет. Но в более системных проектах, в которых все-таки мы тоже периодически подключаемся, там они могут быть. Потому что в целом, конечно, проблема в социалке и в искусстве, в образовании. На самом деле, из этих трех как раз в образовании данных больше всего, которые есть. И вот там в Data Science я верю. И я думаю, что это задача to do good. Не просто сказать, кто тут Data Scientist, приходите к нам. Надо же придумать эти проекты, их как-то типизировать, как-то подготовить к запуску. Начать можно с уникальных проектов. Вот как раз тот формат, про который ты рассказывал. А потом они типизируются, когда ты понимаешь, что вот этих уникальных проектов что-то уже настолько много, что они уже и не уникальные совсем. Ты прав. Видишь, как хорошо, что я пришел. Сейчас я, в общем, надаю кучу всяких полезных советов. Так. В общем, про бизнес-модель, мне кажется, понятно. Расскажи, пожалуйста, что to do good может предложить как value proposition волонтерам потенциально. То есть, почему волонтерам интересно пойти работать в to do good? Слушай, ну, мотивации у всех свои, но вот мое видение этого value proposition такое, что to do good – это возможность сделать сразу несколько вещей, которые в такой комбинации довольно редко встречаются. первое – это, как бы это ни звучало, но это самореализоваться и сделать какой-то свой настоящий проект, который ассоциируется конкретно с тобой. а не с работы твоего отдела, не с твоим руководством. Вот конкретно ты сделал. Второе – это оттестировать. Мы все думаем, что мы знаем и умеем, но с to do good есть возможность это протестировать на очень боевых условиях. Потому что ты это делаешь не в корпоративном мире, а в такой очень реальности, с людьми, у которых, в общем-то, каждый день за нами Москва. Это максимально, с одной стороны, такой uncertain поле, с другой стороны, максимально прагматичные люди, у которых завтра деньги закончатся на все. Поэтому они будут внедрять и тебя слушать только, если ты умеешь какие-то очень практичные вещи говорить, которые никогда-нибудь неплохо было бы внедрить. А вот надо прямо сейчас сделать и выбрать, а нет. А третье – пока ты будешь этого как бы достигать, придется потренироваться, во-первых, работать в команде с такими же, как ты, но совершенно из других мест. То есть ты их до этого никогда не знал. А во-вторых, потренироваться, делать то, что называется storytelling во всех смыслах этого слова. Потому что надо будет как-то еще убедить твоего контрагента, что твое решение правильное. И тебе в этом, опять же, никто не поможет. Не придет партнер BCG тебя спасать, убеждать и так далее. Ты сделал, и ты убедил. Или не сделал, или не убедил. Подожди, ты говоришь, партнер BCG не придет. Но ведь есть же наставники, насколько я понимаю. Есть. Но наставники, спасибо, что ты это отметил. Но наставники, они все-таки… Ну, если кризис, мы там, конечно, поможем. Но если не кризис, наставники все-таки смотрят внутрь команды. То есть он не ходит с тобой и не делает за тебя твою работу. То есть коммуникацию сам он не выстраивает. Не выстраивает, да. То есть выстраивает тебя будешь ты. У тебя есть менеджер от Туду Гуда, который тебе поможет технически это все наладить. Но именно сделать так, чтобы произошло то, что консультанты называют buy-in. И люди захотели, и у них зажегся глаз и так далее. Тебе предстоит сделать. Это непросто. Поэтому я бы сказал так, что обучение на практике вот этому всему – это вторая причина после самореализации. И третья причина, в общем-то, не знаю, какую назвать правильно, комьюнити, тусовка, друзья, тепло. Ну, как все, как сказать. Но если ты выбрал для себя такую стезю, и ты готов потратить свое время на социальный все-таки проект, не на какой-то. Можете даже не в Роснефт мы тебя отправляем менеджмент аккаунтинг поднимать, а конкретно музей или фон благотворительный. То люди, которые здесь занимаются, они очень быстро кликают между собой. И поэтому очень много ребят, я знаю, что они ценят те коннекшнс новые, которые возникают, и возвращаются в том числе. Поэтому мы делаем много разных тусовок. Куда-то всех назовем, какие-то бары, не бары. И очень много таких лиц, ребята начинают формироваться вокруг этой темы. И я бы тоже, как мотивацию, не стал бы со счетов скидывать. Я вообще думал, что это, на самом деле, первая мотивация. Почему? Потому что даже человек, который мне предложил с тобой снять интервью, это наша выпускница, которая сейчас как раз работает в Туду Гуду. Ну, работает в смысле в волонтерской. Сотрудничает. И потом я посмотрел Туду Гуду, увидел, что много наших ребят, выпускников, кто потом пошел в Тройку работать или еще куда-то, в Туду Гуд работают. Я думаю, вот это нифига себе. Вот это там крутая тусовка. Я подумал, что как раз ради этого можно было бы пойти действительно. Даже если тебе не интересно волонтерство, хотя волонтерство на самом себе классное. Но даже если ты просто хочешь набраться в компании крутых людей, вот Туду Гуд отличное место. У меня вопрос по этому такой. Расскажи про вот эти тусовки. Вот как вы комьюнити строите людей, которые сотрудничают с Туду Гуду? Как мы строим комьюнити? У нас есть несколько, как ты уже понял, таких уровней, что ли. Есть открытое сообщество, куда любой может постучаться, мы тебя отскриним, мы предложим тебе какой-то проект, как правило, типовой, куда ты сможешь присоединиться, вольем тебя в команду и пригласим на общее мероприятие. Есть второй круг уже таких проверенных, которые сделают проекты. Это, по сути, какая-то тусовка, где все собираются, все вместе. Да, да, да. Самый расхожий такой наш формат называется нетворкинг бар. Мы его проводим раз в пару месяцев, снимаем бар, и люди туда приходят, и что-то происходит. Я движу какую-то поездку, мы несложное делаем, всех знакомим, как-то так. Обычно очень прикольно проходит. А вторая история – это уже для тех, кто с опытом в Туду Гуд. Часто мы тебя берем тимлидом в Туду Гуд. То есть это такая уже большая тусовка или тимлидов, или те, кто скоро станет тимлидами, то есть будут руководить командами внутри Туду Гуда. То есть такой карьерный рост в рамках волонтерского консалтинга. Да, да. Можно стать вот таким. И для них своя тусовка. Мы делаем такую а-ля такую школу, но без претензий. Знаешь, там есть отдельная тема, я хотел рассказать о ней по образовательной платформе. Но сейчас как это выглядит без претензий, что ты неумел, а мы тебя обязательно научим. В общем, это скорее дютейнмент, где мы стараемся сделать что-то необычное для ребят. Например, в прошлый раз мы снимали для них театр. Прям реально такой небольшой театр на 50 мест на Булгаково. Сняли, и там все происходило с шампанским. То есть что-то такое, что-то экспириенс, который вряд ли ты где-то можешь повторить. Вот это вторая тема. И третье – это совсем уже закрытый клуб для тех, кто с нами вообще много работает. Вот как, в частности, подруга, которая это сказала. Это для нашего самого близкого круга, который мы холим и лелеем, и всячески уже делаем такие вещи, о которых я на камеру не буду рассказывать. Понятно, окей. Может быть, она лично потом расскажет. Быть может. Так. Расскажи, почему ты сам стал заниматься волонтерством? Потому, наверное… Видишь ли, я же занимаюсь не просто волонтерством, я занимаюсь организацией волонтерства. В общем-то. Как-то я пробовал внутри BCG организовывать, почему-то мне казалось, что мне должно понравиться что-то организовывать. Организовал несколько походов в театры, что-то такое. И вошел во вкус, понял, что вот эта организация движухи, при которой не просто все напились и всякое такое, а люди напитываются какими-то новыми смыслами и так далее, вот это мне почему-то составляет. И я когда это понял, и ко мне пришла идея туду гуда, а пришла она совершенно, знаешь, что это не то, что я сидел и выдумывал, чем бы мне заняться. То ли туду гудом, а может, я не знаю, палатку открыть, а может… Не было такое дерево решений, на котором ты расписал варианты? Ничего такого не было. Эта идея пришла, знаешь, вот как это там Джеймс Кэмерон рассказывает в интервью, как бы не вот так, она вот так пришла. Ну а все, а дальше что? Просто ты попробовал, понравилось, и дальше больше, больше, больше. И ты уже в этой идее, и сейчас она уже куда? Надо развивать. Куда развивать, кстати? Какие планы? Слушай, ну планы вот такие, да, что… Ты спросил, какая мотивация, да, и я стал тебе рассказывать о том, как многому ребята учатся, да, и ты реально приобретаешь опыт и руководство проектом, да, и ты становишься этим лидом, вот, который… Ну даже если ты, не знаю, там, в том же, ты спрашивал про консалтинг несколько раз, даже работая в консалтинге, да, ты там еще пойди до России, там, до того, project leader там, да, или как он, где, у кого он называется, вот, и в любой индустрии это так, да, а здесь можно взять и попробовать. И поэтому ребята многому учатся, и хочется именно этот аспект подчеркнуть, потому что, ну, все-таки социальные организации внедряют решения, да, и это очень важно, но мне кажется, что то, что ребята пробуют, и то, что ребята в социальных организациях учатся от тех, кто к ним в командах приходят, да, вот для меня это даже важнее, чем то, сколько миллионов рублей собрал театр, там, молодежи, там, на карточках, да, потому что, ну, я вот верю, что, там, сказать, там, гражданское общество, там, да, в общем-то, и какая-то своя позиция, и успех в жизни, и так далее, они зависят от того, вот, есть тебе вот этот вот драйв и вкус к жизни или нет. И поэтому хочется вот грести платформу нашу туда, а это о чем, да, это о том, чтобы конкретно организовывать такие action-based обучения, да, и оно может быть в двух форматах, и вот, там, скажем так, оба из них имеют право на жизнь, один формат такой общий, такой experiential learning, такой вот ты приходишь, да, и мы тебе даем проект, а потом ты берешь еще один, а потом еще один, ты всему этому учишься, да, и мы в конце можем даже вполне себе сертифицировать, что ты, там, не знаю, как, team building, там, да, там, или там, storytelling, у тебя там отличные, да, можем легко, мы на каждого собираем профиль его компетенции и следим, как он со временем растет, вот. А вторая история, которая тоже очень логичная, а можно сделать все то же самое, это сейчас пока не происходит, а я бы очень хотел, это называется micro-credentials, да, когда ты, условно говоря, даешь маленькие профессии, и их сертифицируешь уже, то есть, сертифицируешь уже, допустим, не storytelling, а ты сертифицируешь, не знаю, fundraising для музеев, да, и тогда, условно говоря, ребята, которые приходят, да, они после этого, там, с корочкой, я не знаю, там, туда-гуда и, я не знаю, там, ну, сейчас не будем говорить, какие есть планы по партнерству, да, пусть они сначала сбудутся, ну, там, уважаемых институций, да, в этой области, да, становишься еще и специалистом конкретно по вот этому, и можешь идти в музей работать, заниматься fundraising, условно говоря. Вот, а таких, это называется там reskilling или upskilling, да, сейчас по-модному, да, и мне кажется, что получение вот таких историй, это очень важно, а это нельзя сделать ответственно без вот такого action-based learning на конкретных проектах, да, то есть, мне кажется, неправильно просто прочитать людям лекцию о fundraising, или, там, дать им, там, Harvard Business Case, там, знаешь, какой-нибудь, я проснулся сегодня утром и понял, что, там, все, мне кажется, это that's good, but that's not good enough, да, вот, вот такие планы. То есть, по сути, to do good, на твой взгляд, будет двигаться не в сторону консалтинга, а в сторону образования? Да. Вот это интересно. Потому что, мне кажется, пару лет назад ты рассказывал, что есть идеи какой-то экспансии, там, в другие города, например, там, сейчас в основном to do good это Москва, может быть, немножко Питер, идея, там, пойти в другие города, а потом желательно пойти еще куда-то за рубеж расширяться. То есть, сейчас вектор немножко изменился, правильно я понял? Да, мне кажется, что вектор консалтинга, он всегда есть, да, но я всегда чувствовал, что этого, ну, даже, может быть, в чем-то не совсем достаточно, потому что, ну, не все должны быть, слава богу, консультантами, да, словно говоря. А консалтинг при этом, вот все эти проекты, да, это возможность научиться так многому, что, на самом деле, востребовано в жизни вокруг вообще, вообще не связано с консалтингом никак. И было бы здорово, чтобы наша вот машинка, механизм, который мы придумали и за три года отточили, чтобы он помогал людям развиваться не только как в будущем, там, wanna be consultants, да, но и пересаживать вот эту вот, как бы, компетенцию эту в ткань, так сказать, там, да, в другие сферы жизни. Вот, мне кажется, это было бы полезно. Вот теперь давай про людей поговорим как раз. Кого берут в To Do Good? Кто может пойти сотрудничать? Насколько я понимаю, первый уровень достаточно открытый, много кто может прийти, а дальше уже там прогресс внутри To Do Good. Вот расскажи про первый уровень. Слушай, ну ты уже, я думаю, понял нашу тягу все структурировать, да, вот. У нас есть три целевых аудитории, с которой мы работаем чаще всего, и они очень по-разному, так сказать, там, требуют к себе и отношений, и отбора, и у них разная жизнь внутри, туда, куда потом происходит. Первая, самая массовая категория, на которую мы, в общем-то, заточены, да, и с которой мы работаем лучше, активнее других, это категория такая, знаешь, выпускник вуза плюс 3-5 лет опыта. Да, то есть это ты выпустился, пошел, что-то попробовал, да, уже даже распробовал и даже чего-то достиг, да, и уже у тебя возник вопрос, он у нас у всех возникает, там, да, у кого раньше, у кого позже, хорошо, но что дальше-то все то же самое, там, или как-то такое. Мид-лайф-крайсис такой, не мид-лайф, квадр-лайф-крайсис такой, как бы, да, вот. И тут тебе бабах, значит, слушай, а тут смотри музей, там, или библиотека у тебя на районе, давай там ее, вот. И, да, это суперценные ребята, да, потому что у них огромная амбиция, огромная энергия, а уже при этом есть компетенции, там, так сказать, жизненный опыт какой-то, который можно пересадить, так сказать, понятно. Вот. А это core, да, это основная наша аудитория. Вторая аудитория – это вот эти же ребята, плюс 5-7, иногда 10 лет, вот эти вот такие уже или топ-менеджеры, или будущие там топ-менеджеры, да, в разных компаниях, которые, так сказать, там, у них вот, как ты говоришь, уже мид-крайсис, да, то есть он уже всякого уже напопробовал, напробовался, уже понимает, что вот он вот этим хотел бы позаниматься, уже даже не… Но поздно. Но поздно, но как бы, но никогда не поздно, но все такое, то есть вот уже там меньше, как бы, адвенчеры, больше такой гифбэк уже немножко наступает, да, вот я вот уже могу, я хотел бы там немножко, так сказать, это заодно, может быть, свои какие-то задачи порешаю, может, там, познакомлюсь с кем, может, я там в компанию кого-нибудь там возьму, там, поработать, там, вот вот такое. Ну, вот такие уже есть. И третья аудитория – это вот первая, но не плюс 5-7 лет, а минус. Да, это… Студенты. …выпускники, да, или старший курс, которые тоже куча энергии и так далее, но еще мало компетенций. Вот. И мы учимся с этой аудиторией работать. Я верю, что вообще там будущее, как бы, наоборот, оно скорее даже вот там, да, туду-гуда, но это не очень просто, потому что, ну, нужен какой-то жизненный профессиональный опыт, чтобы хорошо делать проекты, даже если это типовой, стандартизированный, где там шаг 2, шаг 3, шаг 4, все расписано. Либо кто-то за шкирку должен. Либо за шкирку, да. Вот. И пока мы, как бы, их добавляем иногда в команды, как бы, да, где-то. Но для них могут и должны быть свои форматы, вот, там, куча идей, просто не доходят, честно говоря, руки по-серьезному этим заняться. А вот это у вас, кстати, тоже похоже на его введение, потому что не так давно я читал вас на сайте в вопросах, что, типа, если нету опыта профессионального в данном направлении, мы не берем, извините, потому что нам нужно делать проекты круто. Сейчас, видимо, есть какое-то послабление. Да, да. Вот и очень хочется это превратить из послабления в регулярные форматы. Вот. Надо, наверное, ну, как бы, в наши головы это уже не вмещается, ищем в команду человека, который поможет нам. С нами это системно запустить желающих вузов, которые там готовы были бы с нами посотрудничать. Довольно много, я со многими уже разговаривал, и в этом есть интерес. Вопрос, как сделать из этого действительно продуктивную совместную работу. Понятно. Ну, если мы смотрим на направление людей, которые сотрудничают с тут, это, видимо, менеджеры, там, те же аналитики, стратегические консультанты. Да. Маркетологи, наверное. Ну, то есть, например, юристы нет, а программисты, там, фронтендеры, бэкендеры тоже, наверное, нет. Да нет, да все – да. Просто это вопрос проектов, чтобы они появлялись. Так вышло, что сейчас социальная конкретно отрасль, она довольно все-таки в начальном состоянии. Потому что либо это новые амбициозные какие-то проекты, но им еще пока не до этого, либо это какие-то серьезные там, не знаю, учреждения и так далее, которым еще долго будет не до этого, потому что они, ну, просто немножко еще пока такие legacy компании, да, если так я могу сказать об этом. Вот. И находить проекты, в которых были бы востребованы вот такой вот человеческий капитал, как ты сказал, да, очень непросто. У нас мало таких проектов, просто объективно очень мало, но это прям, конечно, жемчужина, да. То есть это, скорее, опять же, next step? Да. Или next few steps? Да. Понял. Приступаем к блиц-вопросам. Приступаем. Первое. Твое жизненное кредо? Всегда. Отлично. Мое тоже. Я вижу. Чего ты боишься больше всего? Больше всего подвести. Одна вещь, которую ты бы изменил в прошлом человечества? Предотвратили бы падение трои. Окей. Кто для тебя пример для подражания? Пример для подражания для меня – моя жена. Почему? Потому что, в отличие от меня балбеса, она очень рассудительная, последовательная и всегда все знает, как нужно делать. Знаешь, мой ментор говорил, что решение жениться было его главным карьерным решением жизни. Знаешь, с тех пор я думаю про себя точно так же, думаю, да, действительно. Когда я женился, наверное, это был мой главный шаг в карьере вообще за все время. Три отличительных черты волонтера будущего? Будущего. Это же будущее. Настоящего, буду сказать, придумать. Будущего. Мне кажется так. Способность разбираться в людях. Способность находить решения в самых непонятных ситуациях и не стрессовать. И способность собирать вокруг тебя команду иномышленников. Супер. С кем бы из людей, живых или ушедших, ты хотел бы поговорить за обедом? Ты знаешь, я бы хотел поговорить за обедом с огромным количеством людей, но почему-то из последних мне было бы супер интересно поговорить с CEO Майкрософта текущего. Почему? Потому что, знаешь, к Майкрософту есть такое эмоциональное отношение. Мы прожили же ДОС, Windows, не работал, потом еще хуже работал. Он всю жизнь с нами, и все какой-то был не очень. А тут раз они как-то так сделали, и Майкрософт всех побил, все побил, и как стал инновационной компанией, как стал запускать разные продукты. Еще и новый язык программирует. И новый язык программирует. И новый язык программирует. Без циклов. Еще и новый язык программирует. И вот как вот из такого, из вообще уже никому ничего непонятного, зачем может быть такую махину поднять, мне страшно интересно. Я думаю, что это не единственный случай в истории точно, но просто вот такого эмоционального именно к нам сложно сказать. Яркий из последнего. Да. Понял. Три профессии будущего. Слушай, да в будущем куча будет новых профессий. Чего ж там три-то? Ну, десять – это будет жестоко. Давай три. Профессия человека, который будет структурировать твой эмоциональный опыт. Мне кажется, что это профессия человека, который занимается улучшением природы вокруг тебя. И, например, это профессия человека, который программирует других людей. Ну да. Окей. Три навыка будущего. Три навыка будущего. Слушай, ты знаешь, я считаю так. Вот я вообще на работе у себя занимаюсь, вот в BCG, да, темы человеческого капитала. Мы там исследования разные делаем и так далее. И я вроде как про это должен там много знать. Но вот я чем больше смотрю, тем больше понимаю, что все навыки будущего, они примерно, знаешь, там в Месопотамии еще древней там были придуманы. Вот. И отличаются друг от друга, ну, в общем, там со сменой поколений не так уж сильно. Поэтому навыки будущего, они, мне кажется, такие. Это со всеми договориться, во всем разобраться и, не знаю, сделать так, чтобы у тебя все было и тебе сзади ничего не было. Вот три навыки лучше. Отлично. Дай, пожалуйста, три совета людям, которые хотели бы повторить твой карьерный путь. Ну, или идти по твоим стопам. По моим стопам, господи. Искать ментора или, во всяком случае, ролевые модели вокруг, чтобы было на что опереться или на кого. не слушать, когда тебе говорят, что это никому не нужно и ничего не выйдет. И вот третий совет, который я прям с болью прожил. Первые-то два, ну, как бы, ну, да, ну, там, наверное. А вот третий я вот прям вот не знал. И лучше, чтобы кто-то на моем месте знал, сразу думать, откуда ты на все это возьмешь деньги. Отлично. Окей. Спасибо, Антон. Очень рад с тобой поговорить. Спасибо. Взаимно. Все. Снято. Снято.